Всем привет, с вами Ру Найтмейр. В последнее время гличи выходят один сложнее другого. Не говоря уже о том, что соло глич это уже достаточно редкое явление. И все это связано с тем, что в ближайшее время нас ждет крупное обновление казино. Тем не менее, пока мы его ждем, хотелось бы что-то тоже выполнять. И сегодня я покажу вам один соло глич, который выполняется очень легко, но при этом требует кое-какой подготовки и наличия определенных вещей. Но об этом после рекламы. А если вы не хотите тратить много времени на фарм денег, то можете заказать прокачку в этой группе. В общем, это отличная группа с недорогой прокачкой. За время ее работы никто не пожаловался на банк. Гораздо легче заплатить 100 рублей за прокачку в этой группе, чем 100 часов без вылаза на фармить. Прокачка доступна как для пользователей ПК, так и для пользователей ПС-4. Ссылка на группу в описании. Как я и говорил ранее, глич будет очень простым. Тем не менее, для его выполнения вам понадобятся некоторые объекты. В первую очередь, это мастерская арена. И также вам необходимо будет прогрузиться в сессию со свободным прицелом. Как это сделать? Смотрите в других гличах, либо найдите информацию в интернете. И еще одной самой важной частью данного глича является РС-бандита на бенни-дисках. Как ее получить, вы могли увидеть ранее, если вы давно подписаны на мой канал. На данный момент, такую РС-бандита получить нельзя. И если у вас ее нету на бенни-дисках, то вы ее уже не получите. Тем не менее, если у вас есть такая машина, вы делаете следующее. Вы садитесь в бесплатную элегию, либо другую машину, на которую вы будете переносить тюнинг от бенни. Этот глич связан именно с переносом тюнинга. Тем не менее, он позволяет неплохо заработать. Итак, первым делом вы садитесь в машину и нажимаете крестовину вправо. Далее вы нажимаете норик и, соответственно, покидаете транспортное средство. После этого вы подходите к машине РС-бандита и нажимаете крестовину вправо. Дальше выбираете ремонт и выбираете цвет раскраски. После того, как вы выбрали цвет раскраски, вы нажимаете кнопку options, чтобы попасть в меню паузы. Далее выбираете любого друга и нажимаете присоединиться к игре. Вам непосредственно присоединяться к самой игре не понадобится. Вас встретит черное сообщение, вы просто на нем сидите какое-то время. Далее ждете, когда у вас встретится сообщение о том, что требуется смена режима прицельния. И просто отклоняете это сообщение несколько раз до того момента, пока вы не окажетесь просто в игре. Итак, когда вы оказались у себя в гараже, далее вам необходимо будет просто сесть в ваш автомобиль. И нажать кнопку газа. Вот, собственно, и все. Таким образом, вы получите бенни диски и тюнинг на свой автомобиль. Но нас интересует данный глич именно с точки зрения получения денежных средств. Если вы знаете, то данная машина не стоит ничего. То есть это бесплатная элегия. Давайте сейчас посмотрим, сколько же будет стоить такая элегия при продаже. Для того, чтобы сохранить данный автомобиль, вам необходимо просто-напросто из него выйти. И вы увидите, что он у вас пропал. Далее вы заходите в мастерскую арены и вы увидите, что этот автомобиль у вас находится в вашем списке. И так, после того, как вы обнаружили ваш автомобиль в гараже, вы вновь с него садитесь, нажимаете крестовину вправо, чтобы попасть в мастерскую. И после этого, поменяв любой элемент на данном автомобиле, можете его спокойно продавать. Давайте посмотрим, сколько же у нас стоит теперь бесплатная элегия, которая изначально стоила, напомню, 0 долларов. И сейчас на ней находится тюнинг. То есть мы первым делом меняем номера и после этого можем спокойно продавать данный автомобиль. И как вы видите, буквально потратив одну минуту, мы заработали почти 200 тысяч долларов. Таким образом, вы можете переносить тюнинг на любую другую машину, которая вам угодно. И также использовать этот грищ для того, чтобы фармить деньги. Для того, чтобы продолжить копирование, точнее перенос тюнинга, вам необходимо, чтобы у вас была еще одна машина, которую вы готовы тюнинговать. И, собственно говоря, повторяете весь грищ заново. В сессии менять при этом не обязательно. Еще раз обратите внимание, что весь грищ выполняется в сессии со свободным прицелом. А с вами был Рунайт Мейер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. И всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok